Это экстренный вызов на канале ОТС. Детям до 16 смотреть не рекомендуется. В студии работает Мария Никитина. Здравствуйте, мы начинаем. Тройное убийство раскрыли по горячим следам. Как предполагаемые преступники пытались уничтожить улики? В приговоре полторы тысячи страниц. Решение по делу бывших топ-менеджеров Банка ВТБ будут зачитывать несколько дней. Голый и неадекватный. Почему молодой мужчина решил раздеться перед каретой скорой помощи? Сузунская резня на пилораме. В Новосибирской области правоохранители по горячим следам раскрыли жестокое тройное убийство. Жуткую картину обнаружили на своем рабочем месте сотрудники Сузунского деревообрабатывающего предприятия. В бытовке лежали окравленные тела двоих коллег. Труп еще одного мужчины нашли в гараже. На место выехала следственная оперативная группа. Оперативники областного главка вместе с коллегами из территориального отдела немедленно начали работу и по горячим следам нашли двоих предполагаемых убийц. По подозрению в совершении данного преступления по месту жительства задержаны двое граждан 1983 и 1989 годов рождения, которые также являются работниками предприятия, на территории которого произошло преступление. В рамках совместной работы полицейскими и следователями установлено, что в ночь на 5 марта на территории деревообрабатывающего предприятия в ходе совместного распития спиртного произошел бытовой конфликт. После чего двое мужчин нанесли своим оппонентам множественные удары топором. Фигуранты попытались скрыть следы содеянного. Часть окровавленной одежды постирали, а другую хотели сжечь. Однако, несмотря на это, правоохранители легко нашли улики. В том числе и возможное орудие преступления – топор. Следователи комитета возбудили уголовное дело и в ближайшее время выйдут в суд с ходатайством об аресте предполагаемых убийц. Несколько лет судебного следствия и больше сотни заседаний. Процесс по громкому делу о хищении астрономической суммы у известного банка вышел на финишную прямую. Сегодня обвиняемым в растрате миллиарда рублей начали зачитывать приговор. В качестве фигурантов по делу проходят пятеро. Бывший управляющий новосибирским филиалом промышленно-строительного банка, позднее влившегося в состав ВТБ Вадим Григорьев, его заместитель Ирина Долгих, а также предприниматель Александр Кривенко со своими подчиненными Ларисой Жуковой и Ларисой Головач. По версии следствия, обвиняемые на протяжении двух лет расхищали деньги кредитной организации. Руководил процессом Григорьев. Именно он подобрал команду единомышленников, которые были не против погреть руки на махинациях с выделением крупных займов. Все роли в группе были четко распределены. Одни из групп подыскивали заранее неплатежеспособные предприятия-заемщики. Составлялись фиктивные документы для получения кредита. После чего составлялся и подписывался кредитный договор. Только уже после этого кредитные денежные средства поступали на счета подконтрольных предприятий наших членов организованной преступной группы. Суммарно комбинаторам удалось похитить больше 1 миллиарда 100 миллионов рублей. При этом нечистые на руку банкиры создавали видимость законной деятельности. Так, по указанию Григорьева, часть похищенных денег шла на погашение кредитов. Однако в 2008 году представители головного офиса кредитной организации провели в новосибирском филиале внутреннее расследование, по результатам которого история получила уголовное продолжение. Правоохранители инкриминировали всем фигурантам растрату в особо крупном размере. Кроме того, Вадиму Григорьеву и Ирине Долгих вменили также легализацию преступных доходов. К слову, по имеющейся информации, Долгих успела на эти деньги приобрести себе квартиру. Следствие шло несколько лет. Еще более длительным получился судебный процесс. Разбирательство стартовало еще осенью 2012 года. И лишь сегодня подсудимым начали зачитывать приговор. Изменять Григория, Долгового, Кременко, Жукова не имели намерения возвращать от банка длительные средства, поступивших заемщиков на счета под контрольных предприятий, планируя распоряжаться данными вынужденными средствами по своему усмотрению. Тем самым похищая их, путем расстрады. Стоит отметить, что на судьбоносное заседание двоих обвиняемых доставили под конвоем, хотя изначально они, как и остальные участники группы, находились на свободе. В январе прошлого года Вадима Григорьева взяли под стражу за неявку в суд без уважительной причины. Позже такая же участь постигла его бывшую коллегу Ирину Долгих, которую отправили в СИЗО за попытку оказать давление на участников процесса. Угрозы от имени дамы якобы поступили подсудимому Александру Кривенко, который согласился сотрудничать со следствием. Приговор по одному из самых крупных экономических дел последних лет получился весьма объемным, и его оглашение займет несколько дней. Леонид Лишенко, Артем Валевич, Экстренный вызов. Спаслась, чтобы погибнуть, стали известны подробности страшного пожара, произошедшего 2 марта на Горском жилмассиве. Сегодня состоялись похороны погибших, а выжившей девушке срочно требуется кровь. Сегодня родные и близкие простились с Анной Малуновой. Пожар начался именно в ее квартире. Камера наблюдения запечатлела, как женщина, пытаясь спастись, прыгнула из окна вниз. Пострадавшая выбралась из сугроба и вновь забежала в задымленный подъезд. По словам очевидцев, погорелица хотела спасти свою кошку, но задохнулась. 22-летняя Полина Бушуева выжила, но оказалась в реанимации с отравлением угарным газом. Кровь любой группы для нее можно сдать в Новосибирском центре крови на Серафимовича 2.1. Подробности уточняйте у сестры пострадавшей девушки по телефону, указанному внизу экрана. Спрыгнула на рельсы и ушла в тоннель. Странный поступок молодой девушки парализовал работу подземки на 20 минут. На записи, опубликованной накануне пользователями соцсети, видно, что девушка стоит на путях на станции метро «Сибирская». По словам очевидцев, на Гоэна пыталась дотронуться до контактного рельса. Автор видео предположил, что девочка наигралась в китов и решила свести счеты с жизнью. Ну, что ты встала-то там? И в той серии «Жить не хочу, дайте умереть спокойно, что ли? Влезай давай!» Так, пожалуйста, без комментариев. Человек в муще. В мущество не надо. Нароцировать. Какое-то время девушка стояла возле путей, а потом по просьбе сотрудников полиции ушла в тоннель. По данным правоохранителей и героини видео, 17 лет. Она уроженка одного из сел Алтайского края. Сейчас жизни подростка ничего не угрожает. Применили отвлекающий маневр и разжились телефоном. Сотрудники Зайльцовской полиции раскрыли кражу в павильоне быстрого питания. Двое мужчин зашли в расположенную на улице Жуковского Блинную не для того, чтобы перекусить. Пока один из посетителей расспрашивал продавца об ассортименте напитков, его товарищ времени не терял. Улучив момент, он схватил лежавший за прилавком мобильный телефон стоимостью около 15 тысяч рублей. После чего злоумышленники ретировались. Обнаружив пропажу, сотрудница общепита сразу заявила в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье кража. И изучив записи с камер видеонаблюдения, быстро вышли на след фигурантов. В результате оперативно-рожестных мероприятий по подозрению в совершении преступления сотрудники уголовного розыска отдела полиции номер 3 Зайльцовский, управления МВД России по городу Новосибирску, задержали одного из подозреваемых. Это 34-летний, ранее судимый за кражу, житель Дзержинского района. В ходе обыска похищенное было изъято. Сейчас стражи порядка разыскивают соучастника преступления, который отвлекал продавца разговорами. Полиция просит всех, кому что-либо известно о личности и местонахождении данного персонажа, позвонить по указанным на экране телефонам. Весеннее обострение. Голый и неадекватный мужчина напал на машину скорой, которая прибыла ему же на помощь. Неотложка приехала в воскресенье на улицу Ленина по вызову. Медикам сообщили, что там находится избитый молодой человек. На месте экипаж скорой действительно застал пациента. Он явно нуждался в помощи, специализированный. Увидев автомобиль реанимации, неадекватный мужчина немедленно разделся на глазах у изумленных прохожих, а дальше начал вытворять совсем уж странные вещи. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, к которым врачи рассказали о том, что гражданин, находящийся по данному адресу, ведет себя неадекватно, пытается нападать на мимо проезжающие автомобили и прохожих. Также данный гражданин сорвал с автомобиля реанимации государственный регистрационный номер. Неадекватного молодого человека увезли в медучреждение. Причины его поведения будут выяснять полицейские. На этом все. Информацию о происшествиях и преступлениях сообщайте по телефону 310-2005. Будьте осторожны и соблюдайте законы. Увидимся на канале ОТС. ОТС.